Мы находимся в зале портретов западноевропейского искусства Нижегородского государственного художественного музея. И перед вами картина известной итальянской художницы Элизабетте Сирани, которая жила в городе Болонья в 17 веке. Элизабетта Сирани единственная девушка, женщина, художница, включенная знаменитым коллекционером и искусствоведом Карлом Мальвазией в список самых влиятельных художников Болонья. О статусе этой художницы говорит тот факт, что, например, одна из ее работ долгое время приписывалась Гвида Ренни, выдающемуся художнику Италии эпохи Барокко. Элизабетта родилась в 1638 году и была старшей из четырех детей Джованни Андреа и Маргариты Сирани. Девочка росла в семье художника, ее отец был живописцем, кстати, учеником Гвида Ренни, и с детства она тоже рисовала. Однажды друг семьи Карла Мальвазия увидел ее рисунки и сказал, что ей совершенно точно необходимо заниматься живописью. Конечно, она помогала отцу, но получить какого-то профессионального образования она не могла. Женщин в 17 веке не брали в учебные заведения, кроме того, женщин-художников не воспринимали всерьез, и они не могли самостоятельно брать заказы, они не могли заключать договоры. И даже если женщина занималась живописью непрофессионально, то она не могла изучать обнаженную натуру. Одну из главных дисциплин в академической системе образования и одно из главных условий правильного изображения анатомических пропорций. Элизабете Сиране повезло родиться в городе Болония, потому что он в те времена отличался прогрессивными взглядами. Кроме того, становлению ее как профессионального художника поспособствовал еще один факт, к сожалению, уже печальный. Ее отец, больной артрозом, не смог больше вести дела, работать, поэтому Элизабете, как старшей из детей, пришлось взять на себя обязанности, если не главы, то как минимум кормиться семьи. И в мастерской ей помогали ее сестры, которые тоже были художницами, Барбара и Анна-Мария. Начиная с 16 лет Элизабетта работала на заказ для церкви и для знатных семей Болонии и других городов Италии, например, для знаменитого семейства Медичи. Известно, что в то время уже герцог Козима Третьей Медичи был поклонником ее творчества, он приезжал к ней в мастерскую и прямо из мастерской забирал произведения искусства. Интересно, что Элизабета Сирани писала картины очень быстро. На одну работу ей требовалось буквально несколько дней, и она устраивала такие публичные сеансы, где люди могли смотреть, как она работает. Целью было, конечно, желание доказать, что картины пишет именно она, и что она делает это очень быстро. Элизабета Сирани стала не только признанным и уважаемым профессионалами мастером, художником, но она открыла еще и свою школу для женщин. Это было, конечно, не профессиональное учебное заведение. Девушки приходили к ней в мастерскую и учились у нее рисовать и писать маслом. Известно, по крайней мере, 12 ее учениц. Но, пожалуй, самым большим достижением ее творчества стал факт принятия ее в Академию Святого Луки в Риме. Академия была не учебным заведением, как можно подумать, а неким подобием гильдии. Причем интересно, что любое учреждение, связанное с художниками, называлось, именовалось в честь Святого Луки, потому что святой Лука апостол и евангелист был художником, и он по преданию написал икону Богоматери с натуры на доске от стола, за которым обедало святое семейство. К сожалению, Элизабета Сирани прожила всего 27 лет. В 1665 году она скоропостижно скончалась от болезни внутренних органов. Но ее такой неожиданный уход вызвал подозрения, и городские власти даже организовали следствие. Главной обвиняемой в отравлении стала ее служанка Лучия Таламелли, которая уволилась за несколько дней до смерти художницы. Но в дальнейшем она была оправдана, и отец художницы снял все обвинения. Элизабета Сирани была захоронена в базилике Святого Доминика в городе Болонья, а траурную речь на торжественной месси, которая называлась «Кисть, облитая слезами», произнес знаменитый болонский поэт Луиджи Пичинарди. На могиле был установлен памятник, изображающий Элизабету Сирани с мольбертом и кистью в руке. Несмотря на такую короткую жизнь, Элизабета Сирани написала около 200 живописных произведений, которые находятся в лучших собраниях Европы и Америки, и один из ее автопортретов находится в собрании Нижегородского художественного музея. На картине художница изобразила себя в окружении двух девушек. Ранее считалось, что это три возраста женщины. Очень популярный в искусстве философский сюжет, где художник изображает человека в разные периоды его жизни. Однако со временем ученые пришли к выводу, что Элизабета Сирани изобразила себя в окружении своих сестер. Она сама находится в центре, в руках у нее палитра и муштабель, специальные приспособления для художников, которые они используют в качестве опоры для руки. Одна из сестер художницы держит в руках ноты, а другая перо. Эти символы можно рассматривать как аллегорию разных трех видов искусства – живописи, поэзии и музыки. И, конечно, главным видом искусства для Элизабеты Сирани была живопись, хотя известно, что она прекрасно пела и писала стихи. Тот факт, что на картине художница изобразила себя, может быть подтвержден сравнением этой работы с еще одним автопортретом Элизабеты Сирани, который находится в собрании Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. В нем художница также изобразила себя в образе аллегории живописи, вновь подчеркивая свою преданность этому виду искусства.